Отец нашего героя – главное действующее лицо фильма «Голл». После окончания своей карьеры в мадридском реале Сантьяго Муниас возвращается в Лос-Анджелес. Там и появляется на свет герой нашей карьеры Хавьер Муниас. По советам отца Хавьер Муниас принимает мексиканское гражданство и начинает свою футбольную карьеру в Лос-Анджелесе. Наша карьера закончится тогда, когда мы выполним одну из четырех целей в нашей карьере. Ну что же, создали мы нашего Хавьера Муниаса, дали ему седьмой номер. Все, мексиканец. Поставил самый минимальный год рождения. Хотел, конечно, поставить 2005, и это год, когда вышел сам фильм «Голл», первая часть. Поставил дату именно проката во всем, ну именно мировой, не только в России. В России там где-то в ноябре вышел фильм «Голл». Но вот именно в 2005 году, 8 сентября, впервые люди увидели этот фильм. Поэтому, ну вот так вот немножечко символично. Рост 177, вес 79. 179, да, рост. И вес 79, поэтому как-то так, думаю, нормально. Такой вот вингер, неплохой так. Здесь нам надо поставить, вот да, нападающий левый. Все. По фейсу, все, анимации потом. Ну это уже понятно, что всегда у него отец перед выходом на поле, там, молился, вот так вот быстренько перекрестился, поцеловал крестик и выходил на поле. Поэтому мы немножечко тоже к этому отсылочку сделали в его праздновании. Все. Гетры высокие, белые бутсы, в обтяжку форма, нательная такая вот водоваска. Давайте переходить. Все. Лос-Анджелес Галакси, клуб LA Галакси, основан в 1995 году, располагается в городе Корсон. Вот это да. А почему вы в Корсон? Это мне сейчас интересно. Я думал, он прям в Лос-Анджелесе. Нет. А тут арена только написано, здесь город, может быть. А я не знаю тогда, в какой. Нам прям за Лос-Анджелес бы поиграть тогда. Вот это вот обидно, что я думал именно в Лос-Анджелесе и находится Лос-Анджелес Галакси, уже его и хотел выбрать. Ну ладно, давайте тогда клуб LA, Лос-Анджелес Футбол Клаб, основан в 2014 году, располагается в городе Лос-Анджелес. Клуб играет в МЛС, высший ранг в системе футбольных лиг страны. Ничего сильно там, наверное, не выиграл. Трансферный бюджет 36 миллионов. Ну и цена клуба 427,5. Это практически как и у LA. Вот. Галакси поэтому. Ну, посмотрим так, почему бы и нет. Так, что у нас здесь по настройкам? Легенда, 4 минуты, евро, свободные эти все. Трансферное окно включено. Все, поехали. Да, мы готовы блистать с вами. Так, ну и нас сразу добавляют в характеристики. Так, что мне вот это вот интересно. Здесь дают нам 7 очков навыков. Давайте сразу прокачаем выносливость. Я вижу, еще есть одна выносливость, поэтому я вот сюда вот и тоже вложусь. Вот поэтому у нас уже выносливость 82. Вот. Раз мы фланговые игроки, то значит нам нужен будет дриблинг, ловкость, я не знаю, ну и контроль мяча. Вот так вот сделаем. Естественно, навесы, потому что мы фланговые игроки. Вот, будем как-то пытаться навешивать все это дело. Так, по ударам. Так, а у меня все, да, уже получается, я все очки растратил. Получается так, ну иначе все. Все сохраняем здесь. Так, здесь теперь перочки. Таланты наши. Так, страховка в обороне. Улучшает защитные способности всех партнеров. Чтение игры в защите, перехваты, отборы, обычный, ну и либо подкат. Так, дальше. Серия голевых пасов улучшает передачи на короткое время, 15 минут. После голевого паса и дает игроку талант пас подкруткой. Так, и надежность в обороне. Улучшает защитные характеристики на последние 15 минут плюс дополнительное время. Ну, я все-таки как фланговый игрок, мне кажется, надо нам вот эту вот серию голевых пасов сделать. Поэтому все. Так, вот это выбрали, да. И подтверждаем. Как это подтвердить-то все? Все, значит, подтвердили. Надеюсь. Сейчас выйдем, посмотрим. Так, да, архетипы. Это, наверное, вот это вот у нас. Или, я не знаю, хотя нету таланта, это другое вообще. Ну, вот как-то так. Также мы видим, что сейчас у нас доверие тренера. Мы в запасе. Как бы есть резерв, запас, как я вижу, и стартовый состав. Насчет тренировок. Сразу давайте договоримся. Вот сейчас у нас будет тренировка. С первого числа, чтобы у нас игрок не становился сразу там с рейтингом 85 к концу сезона, мы будем тренироваться раз в две недели. То есть, вот, первого потренировались, восьмого уже не тренируемся, будем тренироваться в 15. То есть, неделю отдыха будем между тренировками давать. Вот, чтобы у нас хоть какого-нибудь там вот реализм был. Так, ну и также я бы хотел посмотреть состав команды, посмотреть, что у меня вообще по игрокам на моей позиции. Потому что мне интересно посмотреть на своих, как бы, конкурентов в команде. Так, есть Диего Ро, Симу, 22 года, 22 года, да, 76 рейтинг, уругвайц, а Фенербахче в аренду ушел. Поэтому, как бы, есть теперь тут я, есть ли тут ЛПшники. Да, есть один Эдвардс, канадец, ну, естественно, ниже рейтингом, чем я. Поэтому, ну, вот, как-то вот так. Так, вот они мои характеристики. Наверное, их я и возьму для создания карточки на превьюшку ролика. Все. Ну и давайте перейдем к тренировкам уже. Интересно все-таки начать. Так, дриблинг нам сразу дают. Давайте без проблем. Вот, дриблинг в лабиринте. Тяжелый самый и возьмем. Так, наивысшая оценка 500, бонус за игру 300, бонус за первую игру 500. Понял. Так, дальше. Давайте стандартные положения будем отрабатывать. Вот, штрафные. Хоть они здесь сложные, стоя обычные, но все-таки это единственное, самое максимальное, как мы видим здесь по штрафным. Так что будем стараться становиться штатным там, вот именно на стандартных положениях. Так, ну и пасы, наверное, тоже бы нам. Сейчас посмотрим, какие здесь есть. Вот. Навешивайте на незакрытых партнеров. Поэтому вот это нам и надо. Будем навешивать с фланга как раз. Раз мы фланговый игрок, будем стараться. Ну и все. Попробуем давайте вот эти три задания вручную сделать, а дальше посмотрим. Ну что же, 6400 очков мы получили за это задание. Переходим к следующему. Ну что же, здесь мы заработали чуть побольше. 11000 и переходим к следующему заданию. Ну и здесь заработали 11000. Переходим к результатам. Нам дали второй уровень. Три очка навыков и открыт талант дальнобойщик. Так, ну здесь мы по всем фронтам все прям получили. Абсолютно все. Здесь 2000 за первое, тут 1800 и там 1700. То есть все по максимуму мы и прошли. Так, три перочки. Ну давайте мы чуть дальше уже пройдемся, потому что мы вот только до пасов дошли. Я не знаю, там удары надо или нет. Давайте точно штрафных попробуем. Почему бы и нет. Так, и темп. И темп. И темп. Вот, наверное. Ну во-первых бы прокачал бы разгон. И здесь бы тоже разгон. А потом бы мы бы дальше бы... А, нельзя так? Тогда отменим давайте. Раз закрывается это сразу. А, это наверное по этим, из-за того, что больше нету возможности, из-за того, что мы все баллы. Ну так-то пойдет. Сначала лучше разгон, пусть у нас будет, а скорость рывков чуть поменьше. Вот. Ну так у нас тоже неплохо, там 77 где-то в среднем. 78. Средняя наша скорость сейчас. Так, ну а также я кстати посмотрел, что от этих наших тренировок повышается доверие к тренеру. Поэтому я не знаю, может быть зря я предложил раз в неделю тренироваться. Может быть нам стоит на каждой тренировке присутствовать, тем более их не так уж много, как раньше было по 5. Вот. Поэтому мне кажется надо... Так, а что, заново здесь также можно загрузить предыдущий сеанс. Ага. То есть то же самое, а я не понимаю, а через сколько там можно тренироваться-то? Осталось 7 дней. Доступно сеансов 3. Значит будем тренироваться каждый раз, как только это возможно. Раз от этого еще и зависит у нас тренерское вот это вот доверие. Ну и всего 3 тренировки. Раньше было их 5, поэтому мне кажется так сильно-то мы быстро не прокачаемся. Давайте пока что будем тренироваться на каждой тренировке, а там посмотрим. Может быть будем пореже ходить. Так, ну что же, очередной раз прокачались. Еще и уровень нам снова дали. Опять 3 очка навыков. Открыт талант хороший сейф. Открыт талант последний защитник. Так, так что да, мы кстати еще таланты не читали. У нас уже 3 новых таланта открылось. Я пока что их даже вам не читал. Может быть они даже получше, чем в серии голевых пасов будет. Так, нам бы в темп сейчас перейти вот сюда. Скорость дать 79. Так. Может быть разгончик качануть. Хотя так, что тут еще есть? Удары там вроде были. Пенальти, завершение. Может давайте пенальти попробуем прокачивать? Так, и вот здесь завершение. Все-таки вдруг что-то у нас да и должно получаться. Все-таки 70 завершения для левого вингера. Это мне кажется вот неплохо. Так, таланты. У нас там новые. Открылись, давайте почитаем. Так, дальнобой. Улучшает точность и силу ударов с дальней дистанции. Дает таланты, прицельный удар, удар шведой и рейтинг игры. Нерабочей ногой 5 звезд. Так, ну это мы запомнили. Хороший сейф последние 15 минут плюс дополнительное время после... Дополнительное время матч характеристики вратаря усиливаются. Последний защитник улучшает защитные характеристики, когда вы оказываетесь на позиции последнего защитника. Но это пока что не мои все таланты, которые мне дают. Вот даже вот этот дальнобой, это наверное больше для форвардов, для цапников, которые в центре поля чаще всего вот так вот находятся по центру. Я больше всего на фланге, поэтому мне как бы и бить даже с таких дистанций пока что странно было бы с рейтингом Т-70. Поэтому давайте вот так все пока что и оставим. Вот этот талант серия голевых пасов. Так, ну а для нас, кстати, дебютная игра. И написано, что я в стартовом составе после тренировки, именно я прокачался этой, я попал в стартовый состав. Сейчас посмотрим, буду ли я в старте. Да, я попадаю в старт и на свою позицию. Вообще замечательно. Играю также со своим земляком Карл Освелло на правом фланге. Вот, два мексиканца сейчас попробуют обыграть White Cups FC. Дождь на стадионе, но надеюсь, это нам будет не помеха. Поехали. Ну что же, чемпион с трофи, стадион Европа, групповой этап. Для нас дебютная игра и сразу же в старте предсезонного турнира. Вот они мы идем. Здание для матча. Оценка 7-0. Нанести удар поворотом 3 штуки, забить голы за пределы штрафной. Давайте лучше вот это бы. Для выбора заданий по усилению. Я не понял, как. Давайте это оставим. Я не понял, как вот эти вот улучшения получать. А я не знаю, кстати, здесь, что это сохранилось. Да, вот. Дополнительная задача нам дадут 1000 очков для опыта вот этого. Если мы нанесем 4 удара поворотом. Ну, будем стараться. Все-таки играем на фланге нападения. Поэтому будем стараться. Так, хорошую передачу на фланг здесь отдали. Можно и самим попросить. Спокойненько. Хороший пас. Я думал, в офсайт отдал. Так, мы пытались навесить. Навес оказался плохой. Все равно атака здесь наша продолжается. И вот здесь хороший был удар. И здесь-то я как раз должен был на этой позиции-то быть. Я немножечко ушел с нее. И отлично. Наш первый удар на 39-й минуте. Вроде как неплохо так попытались залезть. Ну, и в ближний угол. Тут даже не угол, а просто в ближнюю часть ворот решили пробить. Так, ну и почти. Но это не удар по воротам все равно. Но моменты у нас-то возникают. Здесь из-за штрафной попытались, конечно. Или там в штрафной уже. Но чуть-чуть бы докрутить. И было бы получше. Итак, мы уходим на перерыв. Счет у нас все так же 0-0. Показывают нас. Я не знаю, сейчас покажут или нет мои задания. Там какие я что повыполнял, не повыполнял. Так, ну оценку получил. Один удар только нанес. Осталось еще как минимум там 2 мне надо для минимума сделать. И забейте гол из-за пределов штрафной. То есть мне это уже даже такое задание дают. Но это я вряд ли выполню. Прям что-то жесткое мне сразу дают. Поэтому надо как минимум сохранять нам рейтинг в матче оценку. И стараться еще бить по воротам. Именно в створ. Так, отобрали у нас мяч. Вот это вот обидно было. Я ждал вообще подключения своих партнеров. Вообще никто там под пас не открывался. Так, вот здесь вот просто, ну мы влазили уже в штрафную. Был хороший момент, чтобы забить, но не вышло, к сожалению. Так, вот неплохая тут распасовка пошла. Так, мы немножечко сейчас на свою позицию. Вот здесь вот без офсайден. Нет, все-таки в офсайд загнали. Там и партнер сам пошел в офсайд. И мы не увидели это. И отдали все равно на него передачу. Так, ну вижу, что по выносливости у меня уже не очень. Идет 64-я минута матча. А я уже как-то все, подсдулся. Поэтому надо вот качать выносливость. Нам и не бегать, наверное, где-то по пустякам. И по строению его держать. Мне уже какой раз пишет. Ну именно тренер. В подсказках. Я вот все не держу. Так, ну вроде неплохо. Здесь и корпус поставили. И внимание. И отлично. Хотя бы пробили. Момент-то хороший. Был хороший удар. Но будет после этой атаки угловой. Постараемся забить с него. Так, головой у нас здесь не получилось выиграть. Зато у нашего партнера получился подбор. И не получилось у нас даже на финте просто разобраться. Отдать передачу. Пока что все у нас очень даже тухленько. Именно с финтами, дриблингом. Это тоже нам бы прокачивать надо. Давайте попросим замену. Потому что все. Главное сейчас нам травму не получить. А мы пропускаем мяч в ворота. Вот именно после того, как я попросил замену. Я даже этот удар сам не видел. Давайте посмотрим. Раз, передачка два. Вот здесь вот. Ну, здесь, да. Еще и в девятку с левой ноги. Забивает Лукас Кавалини. Ну, я попросил замену. Здесь нам ничего не показывают. Странно. Так, здесь, кстати, да. Можно только теперь рассчитывать результат остатка матча. Либо смотреть. Давайте мы лучше будем смотреть. Потому что, ну, играть, как вы понимаете, мне уже нельзя за команду. А раньше можно было, если я прошу на замену уйти. Поэтому давайте лучше будем смотреть, чем сейчас рассчитаем. И там можем крупнее проиграть. А здесь мы хотя бы можем отыграться. И все. Финальный сысток. Минимальное у нас поражение. В первом же матче. Причем, как только мы пропустили, меня и заменили. Ну, хотя, когда я просил уйти на замену, мы еще в ничью играли. Поэтому это никак не относится друг к другу. Эти два события. Ну, и смотрим, что у нас вообще, в принципе, по матчу. Так, это не наше. Нам надо на наших. Вот. Что тут про меня-то могут написать? Нет. Где вообще я? Очень долго здесь провисанием все это. Вот. Хавьер Муниес. 7,3. Оценка. 67. Точность ударов. Это выше, чем у всей команды. У команды 60% точность ударов. Пасов у меня 18. Точность пасов ниже среднего по команде, я так понял. Обводок 23 у меня. Успешных 78. Тоже ниже среднего по команде. Что еще? Мяч потерян, кстати, 7 раз. Вы посмотрите, я 7 раз потерял мяч. Это ровно половина того, что потеряла вся команда. Ну, и вот сыгранная минута 76. Средняя 63 по команде. Ну, и прошел я практически там в 2 раза больше километров, чем вся команда. Да и в рывке тоже. В 2 раза практически. Поэтому, я не знаю, вроде как матч-то неплохой провел. Видно, что играл вот не на своей прям позиции. Моя позиция, вот как вы видите, в нападении левый я должен был быть. А я чаще всего, наверное, где-то ЛПшником каким-то играл. Ну, вот как-то так. Так, получил я за матч 1045 очков опыта. Пятерочку мне добавили только за рейтинг матча. Я, потому что удар в створ, в ворот и голы дальними ударами не выполнил. Вот, поэтому и так. Ну, 1000 дали за рейтинг матча. 25 дали за ключевые пасы. И 20 за 10 успешных коротких пасов. Поэтому, ну вот как-то так. Так, у нас второй тур. Играем против Аустина. Они сыграли свой прошлый матч в ничью против Чинчинати. Вот. Надо, кстати, так, не сюда. Надо посмотреть, с каким они там счетом вообще сыграли. Может, они там вообще по нулям. Отыграли и все. Нет, 2-2. Кстати, голевой у них матч вышел. Ну, давайте посмотрим, что все-таки из нас выйдет. Снова мы, кстати, в старте. Снова мы играем слева в атаке. Но у нас, как мы видим, выносливость вообще никакущая. Надо туда нам будет вкладываться. Перками, этими очками навыков. Поэтому, ну, я не знаю. Наверное, только первый тайм в этом матче я и смогу отыграть. Итак, второй для нас матч за Лос-Анджелес FC. Я не знаю, их как-нибудь Лавк будем называть. Как-нибудь, может, сокращенно Лейвси. Вот так. Второй для нас матч на этом турнире. Снова мы выходим, кстати, в старте. Доверяет нам главный тренер. Так, оценка не ниже 7.0. Достигните процента обводок. Достигните по успешным навесам 40. Давайте я лучше обводочки. Ну, все. Надеюсь, что я выбрал. Так, кстати, смотрите. Здесь цвет линий вот этих разметок не белый, как обычно. Так бы они на снегу сливались. Так и тут красный. Так что вот это вот тоже не просто какой-то там замысел в Ultimate Team, когда вот это создание стадиона, что можно разные цвета линии. А именно вот здесь в таких погодных условиях это даже очень и помогает. Ну, почти хорошую мы передачу сейчас отдали. Там, если бы догнал бы только партнер, это стопроцентный там удар по воротам бы точно был. А вот у нас хороший какой момент. Ну, снова же вот все как-то медленно у нас получилось это сделать. Хотя атака была очень даже интересная и перспективная, если бы только не запороли сейчас этот момент. Так, вот получаем передачу. Здесь запрашиваем и можно на фланг сразу просить обратную. Ну и пробить бы сейчас. Нет, ну вот снова не дают. Вы просто посмотрите. Тут какой-то у меня даже нету вот этого напора. Корпус где-то поставить. Силы какой-то. Ну вот нету просто у нашего пока что футболиста. Так, вот неплохой момент. Возник. О, ну здесь все. Не получилось даже пройти защитника в штрафной. Ну и все. Снова сейчас соперник с мячом. Так, отлично. Верховое единоборство мы выиграли. Ну а так все. Снова мы уходим на перерыв с отсчетом 0-0. Ну правда сейчас меня, ну я попрошу, чтобы меня, естественно, заменили. Потому что у меня уже сил никаких нету. Ну, кстати, набрал я цель для улучшения 40. Так что обводок замечательно. Ну вот оценка. Не получилось у меня, к сожалению. Набрать 7-0. Но я попрошу сесть на себя заменить. Потому что ну уже все. Сил у меня очень мало. Будем досматривать матч, так сказать, со скамейки запасных. Так, вот они. Ну тут почему-то, кстати, не проработано. Я не знаю. Из-за того, что я сейчас, наверное, начал. Это не будет влиять на именно мое сохранение теперь. Там потом с обновлениями. Может быть это исправят. Но уже не в нашей карьере. Так что будем как-то без этого с вами жить. Так, 11-метровый на 53-й минуте. Мы зарабатываем. Это отлично. И 1-0. Отлично. Так, и ответный пенальти на 87-й минуте. Уже в наши ворота. Удар Редеса. Внимание. Но нет. Здесь прям мощно. По низу. И все. Финальный сесток. Мы играем в ничью 1-1. То есть, в принципе, ничего не изменилось. С того момента, как я ушел с поля. Тоже была ничья. Правда, 0-0. Но вот. Два пенальти за матч. Болельщикам, наверное, это все-таки было интересно. Но мы, к сожалению, отыграли только на 45 минут в сегодняшней встрече. Так, ну и вот показывают. Ну, мы чисто смотрим на свои результаты. Например, точность пасов у нас оказалась ниже. Среднего по команде. Сделали 7 обводок из 50 из команды, так сказать. Успешных обводок 57%. Конечно, плоховато. 84 у команды. Один отбор успели совершить. 7 всего лишь у команды. Четыре раза потеряли мяч. 11 всего раз потеряла команда мяч. То есть, опять я, как будто из-за меня вот все эти 11 раз команда теряет мяч. 45 минут. Отыграл среднее по команде 69. Но все-таки у меня усталость была очень сильная. Пройденные километры тут тоже ниже, естественно. У меня 5,7. У команды 6,8. Но зато километры в рывке я за 45 минут сделал больше в среднем, нежели чем команда. Так что вот это да. Ну и снова, как вы видите, не на своей позиции играл. Пытался на левой бровке все-таки выжечь от центра поля. Но все-таки, как вы видите, все равно не на своей позиции. Играл надо больше, наверное, у штрафной соперника находиться. Ну и оценка 6,5. Так, и получил я минус 15 из-за того, что мы не выполнили рейтинг. Как я понимаю, сейчас мы посмотрим. Да, это самая основная, как я понимаю, теперь задача. Вот, также минус 5 мне... А почему я здесь не понял? Вот смотрите, минус 5. Минус 15 звездочек за рейтинг, это понятно. А вот минус 5 за точный навес. Мне, в принципе, ничего не дали. А, ну вот, я плюс 5, потому что здесь заработал успешных ободок. Теперь я понял. Ну вот, мне еще 1000 очков дали. Вообще замечательно, в принципе. Но 1800 очков я получил. Вот, но все так же, как-то минимально нахожусь в стартовом составе. Так, ну и так же, давайте мы сейчас посмотрим. Все-таки, когда я стану лучшим самым левым вингером у себя в команде, вот как только. То есть, вообще без разницы. Вот, на данный момент мне нужно обогнать по рейтингу Росси. У него 76-й. Как только у меня будет рейтинг выше, чем у Росси, я буду просить руководства выставить меня на трансфер. Будем уходить из команды. Все-таки, если мы станем лучшими в этой команде, надо искать команду еще лучше. Поэтому вот как-то так. Так, в любом случае, как вы знаете, основная задача – это перейти в Мадридский Реал. Вот такая цель, где играл отец персонажа нашего. Поэтому вот как-то так. Ну вот Эдвардса-то мы уже точно обогнали. Ну вот надо стараться обогнать Росси, который вот вернется там из аренды и займет наше место в составе. Так, а тут мы, кстати, сообщения что-то вообще даже не читаем. Добро пожаловать в клуб. Так, а тут нету каких-нибудь целей, руководства? Нет на нас? Не рассматривают? А, только пока что я даже и аренду могу запросить. Сразу не могу попросить себя на трансфер. Ну и аренду я не вижу смысла куда-то уходить пока что. В любом случае, мы в МЛС играем. Меня в какой-нибудь сейчас в низшие МЛС отправят, в низшие команды. Поэтому пока что давайте останемся здесь. Так, ну у нас очередная тренировка. Так что давайте потренируемся. Так, ну а и давайте попробую я рискнуть рассчитать. Я вот не знаю, здесь результаты вообще другие будут. Посмотрим. Расчет тренировки будет произведен в соответствии с самой высокой полученной ранней оценкой рассчитать. А, то есть в принципе можно не тратить на это время. Я и так мог. Вот, просто один раз выполнил на А. Все, и мне дали четвертый уровень. Вот. Ну бонус за игру мне только вот не дали. Из-за того, что я не потренировался сам. Вот. А сколько там вообще давали? Мало, наверное. Ну, все равно. Здесь все мы получили. Так, переходим в развитие игрока. И ищем теперь выносливость наша. Еще есть где-нибудь. Вот здесь она есть. Вот она. Выносливость. Надо нам прокачать получается реакцию. Еще реакцию, да. Чтобы перейти вот в выносливость. Все, замечательно. Вкачали мы еще выносливость. Теперь у нас выносливость 88, кстати. Вообще супер. Поэтому я надеюсь, что теперь наш Хавьер Мунез будет как-то так, менее расточительным на вот эту выносливость как раз. Ну что же, после тренировочки-то этой, кстати, мы поднялись именно по доверию тренера. Будем сейчас переходить к матчу. Возможно, это будет мой... А, и рейтинг, кстати, прокачался. Теперь у нас 71-й стал. Также переходим сейчас к, может быть, и последней нашей игре, в принципе, на этом турнире. Потому что можем не выйти мы и в плей-офф. Так что надо обязательно побеждать сегодня. Поехали. Итак, третий тур. Лос-Анджелес футбол клуб против вот этой вот Чинчинати. Встречаемся снова. Ну, не снова, точнее. Мы смотрели, как она отыграла первый тур. Сыграла 2-2. Так, здесь что? Проценты успешных навесов. Ой, нет, давайте лучше оценку. Лучше оценку выберем вот здесь. Нежели чем какие-то там удары, голы. Я вряд ли вообще забью. А сколько я там попросил тогда? Если у меня будет оценка 8,5. Ну, это обязательно надо голы забивать. Там просто так без голов и без результативных действий мы такую оценку точно не получим. Поэтому, ну, будем стараться сейчас. Ну, и будем реже выходить с чужой половины поля. Где-то вот здесь будем именно в центре тусить. Так, ну, вот это ужасный, конечно, момент. Надо было либо навешивать, ну, уж точно не низом катить мяч. Простреливать, наверное, надо было хотя бы. Но я просто в руки вратарю мяч отдал. Так, ну и очередная сейчас может быть хорошая атака какая-нибудь у нас. Так, ну это прокинул, кстати, вроде как между ног. Но мы мяч все равно вот потеряли. Так, вот неплохую передачу нам отдали в центр. Супер. Вот это вот ужасно. Я сам просил от них, а он мне автоматически отдал эту передачу. В итоге я уже нажимал на пас. В надежде на то, что он мне его не отдаст, а я попрошу, и он отдаст. В итоге потеряли мяч. Ну что ж, заканчивается у нас первый тайм. Снова вот, когда я на поле в первом тайме, не забивает команда. Вот нет. Все голы почему-то случаются только во втором тайме. Сейчас посмотрим, что у нас там вообще получилось, что вышло. Оценку 6,9 заработали. Ни одного навеса мы не сделали. Ни одного удара, естественно, тоже мы не нанесли. Так, хорошую мы передачу. Еще и от вратаря в лед в одно касание отдали партнеру точную передачу. Вообще супер. Так, вот это вот ужасная передача у партнеров. Так, ну здесь против меня сфалили, либо в руку там мяч попал. Скорее всего, второе. Так, ну нас не меняют. Уже радует. Ну у меня и тут и стамины как бы побольше, нежели чем в прошлом матче. Все-таки выносливость-то я прокачал до 88 теперь. Ну вот это что такое? Ну вот просто не идет пока что этот футболист у меня. Вот не идет. Конечно, я тоже не привык за таких футболистов с таким низким рейтингом играть. Но будем стараться. Все-таки все равно играем на легенде. Уж не стал ультимейт стоять никогда, потому что не играл на этом уровне сложности именно для записи. Потому что там просто сразу выносят вперед ногами. Ну а здесь хоть какой-то реализм более-менее попробуем сделать. Так, у нас риск уйти с поля на замену. Это что такое? Мне там пишут сейчас. Так что, ооо, все, походу все. Нас сейчас заменят. Вот 100%. Потому что риск уже есть. Так, точная передача. Есть. Одна. Вторая. Отлично. Распасовались. Так, так, сюда. И вот опять. Ну все. Плохая позиция. Вот опять мне поставили. А что я должен был делать? Оставаться у себя на фланге, когда здесь идет атака. Так, отлично. Вот здесь на какой-то, ну вот, перехват получился. И передачу все равно не смогли мы отдать. Ну, кстати, у меня куда-то пропал мой риск уйти с поля на замену. Мне кажется, меня просто уже сейчас в ближайшее время заменят. Как только возникнет случай паузы какой-нибудь. Я, в принципе, был бы и не против. Я устал. Очень. Как мы видим, главное сейчас травму никакую не получить. На рывочке каком-нибудь. Передачку хорошую отдал. Так, отлично. Стеночки какие. Ну, тут почти все получилось. Но доиграли мы этот матч полностью. И снова у нас ничья. Итого у нас за три матча два очка. Два раза мы сыграли в ничью. Плоховато, конечно, мы себя показали. Но все же, хоть как-то, хоть что-то. Вот это вот опять сесть, но будем сразу пропускать. Так, ну и посмотрим. А, вот здесь нас сразу показывают. Замечательно. 12 пасов, 75 точность, 88 среднего команды. 10 обводок, 52 в среднем всего у команды. Успешных обводок 60 процентов, у команды 92 процента. Так, получено владение. Я не знаю, что это такое вообще. Кстати, я на своей позиции-то, получается, заиграл здесь. Если мне желтенький вот этот огонечек загорелся. Вот. Семь раз опять потерял мяч. Пять раз потерял оставшиеся, это значит, мои партнеры. Очень много я потерял. Сыграл больше среднего по команде. На поле провел. Больше пробегал. Ну и больше в рывке был. Ну вот. Но задание все равно я не выполнил. Так, ну что же, ужасно. Но все равно, хоть какой-то опыт я вон получил. 800 очков, минус 25 от тренера. Минус 15 за рейтинг. И минус 5 за дополнительные задания там по десяточке. Так, у нас очередная тренировка. Естественно, я снова ее загружаю. Рассчитываю. Так, ну мы смотрим здесь. Всего лишь 900 очков опыта мне бы дали за вот эти три тренировки, если бы я их лично сам провел. Мне это не сильно как бы важно. В любом случае, я прокачиваю как и себя, свои там какие-то, наверное, характеристики, уровень, по крайней мере. Ну и доверие главного тренера, чтобы я играл в стартом составе. А мы, кстати, начинаем так. Так, я правильно понимаю, сейчас надо глянуть. Но мы почему-то начинаем с Кубка Америки сразу. Играем против Нью-Йорк Клаб, Футбол Клаб. Вот так, наверное. А, Нью-Йорк Сити, да. Футбол Клаб. Вот. Что у нас по МЛС. Естественно, еще турнир не начался. Мы в западной конференции, я напомню. Вот. Кстати, в западной конференции Лос-Анджелес Галакси тоже. Вот. Ну это понятно. Тут, наверное, по территориальному расположению добавляют. Поэтому как-то так. А, и тем более... А почему у нас так? Это серьезно? У нас игра первая будет только 7 апреля. Серьезно? Смотрите. Это же как понимать? И что я должен делать? Серьезно? Я должен прокачиваться просто так? Вот так, да? Вот так. Я не знаю, это баг или серьезно? Вот такое вот... Ну, чем занимаются футболисты в Америке? Ну, это никакой же у них не отпуск идет. Все вот это вот время. Почему они не играют зимой-то? Так. Ну, очередная у нас тренировка. Я получаю пятый уровень. Дали мне 5 очков навыков. Открыт талант физическая сила. И открыт талант активная обработка мяча. Давайте мы сначала наши вот эти вот навыки прокачаем. Я не знаю, там уже какие. Выносливость, в принципе, я бы уже не трогал. 88 все-таки. Давайте что-нибудь с владением. Контроль мяча. Вот сюда куда-нибудь уйдем. Что тут есть? Контроль мяча. Контроль мяча можно. Дриблинг я не знаю, в принципе-то. Пока что я не сильно даже и дриблингуюсь. Мне бы вот, да, короткие пасы можно было, чтобы хотя бы передачку какую-нибудь точно отдать. Вот, подкрутка и виденье. Ну, тут короткие пасы и все. Что-нибудь еще можно бы? Дальние удары. Но я пока что вообще издалека-то и не бью. Вот, скорость рывка давайте добавим. Чтобы здесь все четыре как бы были и все. Что у нас теперь по рейтингу? 73 уже общий рейтинг. А, нет, 72 пишут. А там почему-то 73. Так, все, заканчивается. Трансферное окно зимнее. Я не знаю, но, получается, будем мы с вами стараться вот это вот полгода провести в Лос-Анджелес футбол клаб. LA-FC. И постараемся через полгода выставить себя на трансфер, попросить. Ну, потому что это не дело. Здесь как-то странно очень чемпионат работает, что я сейчас запустил карьеру за игрока. В итоге три месяца я ничего не делаю. Это точно так же, как июль. Июнь, там август. Ну, хотя там уже в августе, кстати, матчи начинаются. А здесь я всего лишь только в апреле начну. Я ничего не делаю. Целый февраль, март. Ну, там в апреле только матчи. Целых два месяца практически. Так что это очень даже странно. Так, очередная прокачка. Получил приз от PlayStation Pro TG. Не знаю, за что мне дали. Ну, будем, значит, вот так вот качаться. И будем стараться летом куда-то уходить. Потому что, мне кажется, я сейчас себе неплохой рейтинг сделаю вот этими всеми тренировками. Так, шестой уровень получил. Дали четыре очка навыков. Открыт талант, быстрый выход. И открыт талант, удар в касание. Мы эти пока что таланты перед матчем, наверное, посмотрим. Если я не забуду, конечно. Посмотреть. Давайте вообще посмотрим вот здесь, на нашу карточку. У нас скорость 81. Нормальный, ее бы я бы пока что не трогал. Удары, мне кажется, надо бы нам попрокачивать. Потому что забивать-то голы я когда-то должен. Все-таки у меня же какой-то, какой-никакой, но нападающий. Поэтому давайте. Дальние удары. Так, вот это что такое? Сила удара. Точность игры головой. Точность штрафных и сила удара. Я даже не знаю. У меня три очка навыка. Надо где-то в два. Вот эти, наверное, может удары с леда. Хотя, не знаю. Зачем они? Точность штрафных и сила удара. Давайте прокачаю. А, они в принципе-то по два, как считаются, что ли? Серьезно? Понял. Тогда вот сюда вкачаем. И сила удара. Все. Потихонечку удар наш тоже будем прокачивать. Чтобы он хотя бы там 75 у нас, ну, был. Очередная тренировка на ура. Так, далее седьмой уровень. Четыре очка навыков. Открыт талант. Перехват. Ну, это больше для каких-то, я не знаю, там, полузащитников, опорников, защитников. Ну, уж точно, наверное, для меня. Так, я продолжаю качать удары. Это более, мне кажется, важная характеристика сейчас для меня. Да, вот этот прокачаем. И еще надо куда-то двоечку. Дальние удары и сила удара. Вот сюда тогда вкачаем. Ну, 68 стали у меня удары. Так, ну, и у нас последняя тренировка перед игрой. Вот, я сейчас должен, там, да, девятый уровень. А, нет, восьмой. Или девятый. Восьмой уровень мне дали, да. Четыре очка навыков. Открыт талант. Создание моментов. Вот это вот, кстати, уже поинтереснее более-менее. Так, ну, я дальше все равно иду вкачивать себе удары. Знать бы только какие. Наверное, пенальти. И, а тут, в принципе, у меня все. Либо точность игры головой, либо удары слета. Давайте удары слета. Все. А, еще один навык, да, у меня остался. Очко навыка. Может сюда куда-нибудь там. Разгон. Вот, давайте разгон. Все тогда. Пока что вот так. Пока что вот так. Футболиста у меня уже 73-го рейтинга. Хотя еще ни одного официального матча я не сыграл. А уже. А тут не пишут, да? О, есть запрос трансфер. Давайте я сразу запрошу. Будем хотя бы получать какие-то, может быть, предложения. И вдруг в хороший клуб мы все-таки, ну, постараемся уйти. Да и тем более мы никуда не уйдем. А уже, ну, этот сезон там мы уже точно вот доиграем до летнего трансферного окна. Ваш запрос на трансфер. Я получил твое прошение, да, переговорить с руководством. А теперь по-настоящему. Так. Хавьер. Мне очень понравилось твое выступление в межсезонье. В следующем матче ты выйдешь в основе. Сейчас игра пойдет совсем другая, так что будет непросто. Надеюсь, ты справишься. Верю, что нас с тобой ждут великие свершения. Главный тренер клуба LAFC. Ну что же. У нас дебютная игра официальная. Будет против New York City Football Club во втором раунде Кубка Америки. Так что это уже будет в следующем выпуске. Давайте так. Набирайте под этим роликом 100 лайков. И я выпускаю следующий ролик, где мы отыграем апрель. А, ну тут, кстати, да, в июле же только. А где? Здесь-то трансферное окно-то теперь открывается. Как понять? Трансферное окно закрыто, закрыто, закрыто. А как понять-то, когда трансферное окно-то теперь? А, вот, написано, в каком месяце оно открыто. А, ну вот. Это июль. Получается, ну давайте вот. Если действительно наберете, 100 лайков, то апрель, май и июнь мы отыграем. А вот в июле, ну, будем так же и играть и пытаться уйти в команду в какую-нибудь. А может мы уже за следующий ролик получим там хорошее предложение и будем уже готовиться к переезду. Вот так все. Про нас уже пишут в новостях. Муниес. Первое серьезное испытание. Поэтому вот, как-то так. Так что, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, на группу вконтакте, на телеграм-канал. Там много всего интересного. Будем с вами общаться по делу и без. Поэтому обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь, конечно, обязательно на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok